Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Десятки гектаров под военную технику. В Подмосковье стартовал международный форум «Армия-21». Что представила страна и какова роль Чувашии? Свет в окошке забрежил для десятков дольщиков. Люди шесть лет ждут квартиры. Почему для начала строительства решили сломать фундамент? Жаркое лето 21-го. Лесные пожары душат регионы центра России. Дымится и Чувашия. Может ли пламя загореться без искры? Здравия желаю! Такое приветствие на 150 языках раздавалось сегодня в парке «Патриот» в Подмосковье на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021». Событие, которое всегда привлекает повышенное внимание как военных, так и гражданских. Десятки тысяч образцов военной техники, инфраструктура, медиа – все, что работает на укрепление военной мощи и обороноспособности нашей страны. В парке «Патриот» под Москвой работает репортер Республики Татьяна Молокова. Форум «Армия-21» – важное событие для всего мира. Сюда, в Центр «Патриот» приехали делегации из 150 стран. Выставочная экспозиция форума. Более полутора тысяч предприятий и организаций. Почти 30 тысяч образцов военной техники. Выставочная часть форума – почти 30 тысяч квадратных метров. Чтобы представить, это почти 50 футбольных полей. Здесь представлены как образцы серийной техники, бронированные машины, танки, зенитки, пушки, так и новинки ОПК. В этом году упор сделали на беспилотники. 2021 год – в России год науки и технологий. И действительно, выставочная часть – это показ передовой мысли российской науки. Во время пленарного заседания министр промышленности России Денис Мантуров подчеркнул, что военка должна проникать и в производство продукции гражданского сегмента. Такую задачу ставит перед предприятиями страны президент Владимир Путин. Сейчас более 25% всей продукции в России выпускает «Оборонпром». Диверсификация, внедрение искусственного интеллекта в военную промышленность, закупки вооружений и военное право в деловой программе форума. Современные разработки представили на форуме и 10 предприятий «Чувашия». Глава региона Олег Николаев ознакомился с экспозициями предприятий республики. Промышленность представлена не только научными разработками вооружения, но и продукцией для обеспечения быта военных. Например, жилые комплексы, которые могут быть развернуты в полевых условиях. Глава Чувашии отметил, что участие в таких форумах имеет ключевое значение для развития промышленности республики и укрепления обороноспособности всей страны. Здорово, что наши предприятия являются надежным звеном в решении таких важных задач обороноспособности страны. Это предприятия, как говорится, у всех на слуху. Они являются флагманами своих отраслей в целом по Российской Федерации, ну и, конечно же, опорой экономики Чувашьей Республики. И наша задача, конечно же, делать все, чтобы все, что мы имеем, и далее усиливать. И вот сегодняшняя выставка и общение с нашими предприятиями показывают, что они уверенно удерживают имеющиеся рынки, а самое главное, имеют в портфеле перспективные разработки и направления своей деятельности. Есть виды на новую продукцию. Свою экспозицию выставила группа компаний АБС Электро. Основная ее часть представлена продукцией ВНИР Прогресс для чернего предприятия ВНИР. Здесь беспилотные летательные аппараты с помехозащищенным навигационным оборудованием на базе цифровой решетки Комета, не имеющей аналогов в мире. В этом году ВНИР отмечает свой 60-летний юбилей. Являясь родоначальником электротехнической промышленности Чувашской Республики, в настоящее время деятельность ВНИР и его дочерних предприятий представлена уже далеко за пределами республики. ВНИР, который 60 лет представлен на российском рынке, и его дочерние компании, по продукции, которую она выпускает, по своему качеству не только отвечают лучшим международным аналогам, но по некоторым характеристикам их превосходят. Это было уже доказано последние 5 лет. Это по работе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации было выполнено больше 20 опытно-конструкторских работ. И те разработки, которые были сделаны компанией ВНИР «Прогресс», они действительно или соответствуют импортным аналогам, а в большей части их превосходят. Одновременно с торжественным открытием стартовали и международные армейские игры. В них принимают участие военные из 43 стран. Продлится форум «Армия-21» до 28 августа. Татьяна Молокова, Сергей Емельянов, Республика «Парк Патриот Московской области». Команда из Чувашии прошла финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Соревнования проводятся в рамках флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Этот форум стал рекордсменом по IT-точкам в регионах. Для разработчиков развернули 19 площадок в разных часовых поясах по всей стране. За призовые места в Хакатоне, а также за выход в финал престижного конкурса боролись почти 6 тысяч участников. За малым исключением – из всех регионов страны. В республике участники собрались в Чувашском госуниверситете, работали над программами для креативной индустрии и сферы коммуникаций. В 48 часов 4 команды из Чувашии разрабатывали актуальные кейсы под запросы крупнейших компаний, государственных органов, общественных организаций и стали призерами конкурса. Финал «Цифрового прорыва» пройдет в декабре. Мы тоже этих ребят с удовольствием на них обратим внимание, во-первых, как студентов, потому что ряд из них еще учатся, а ряд из них уже на самом деле работают. И тоже возможность как-то себя применить, поменять свою деятельность. Нам, в общем, одни плюсы. Снова в инновационную школу. 20 общеобразовательных детских учреждений в этом году получат грант главы Чувашской республики по 200 тысяч рублей на развитие творческого и духовного потенциала системы образования. Именно так значится в документе. Например, в Шумерлинской школе эти деньги пойдут на открытие новых медиаклассов. Записать интервью с одноклассником или директором школы. Смонтировать свой телевизионный сюжет. Написать статью или хлесткий заголовок для стен газеты. В Шумерлинской школе номер 2 с 1 сентября ребята будут изучать основы журналистского мастерства без отрыва от обычных уроков. Новые технологии дадут возможность решать образовательные задачи на новом уровне. То есть, когда мы будем использовать медиатехнологии для того, чтобы изучать литературу, географию, историю, ну и другие, конечно, предметы. Создание медиаклассов для учителей всей страны – это новая, интересная работа. Пока не существует четких ориентиров, как же правильно совместить общеобразовательную школьную программу и медиа. Здесь большой простор для творчества. Мы вольны выбирать то, что нам удобно. Мы вот решили именно связать с предметными областями, чтобы стимулировать детей обучаться и обучаться через медиа. Ученики старших классов здесь давно знают, что такое медиапространство. Уже несколько лет они посещают кружок журналистики. Учатся отбирать информацию, писать тексты, снимать настоящие телевизионные сюжеты. Для их программы на местном канале даже выделили эфирное время. Всем привет! С вами «Немысли». И сегодня мы с вами поговорим об одиночестве. На самом деле журналистика, она ведь в любых отраслях полезна. Эти навыки, навыки системно мыслить, навыки красиво, грамотно говорить, навыки писать – они нужны всем. Поэтому, конечно, мы говорим о медиаклассах не только как о классах, где обязательно это должен выйти и стать журналистом. Это вообще расширяет кругозор однозначно. И вот эти все творческие способности, которые генерит среда именно медиа, она точно пригодится, мне кажется, любому ребенку. В новом учебном году медиа-детки, как их называют педагоги, снова возьмутся за камеры и сядут за компьютеры писать, снимать и монтировать. Не все станут телевизионщиками, операторами. Но тот опыт, опыт общения в первую очередь, который мы получали здесь, безусловно, положительно скажется на дальнейшей, надеюсь, процветающей жизни каждого из нас. Медиаклассы в республике – новый проект. И в первую очередь учителя, по сути, учатся новому. Ищут, ошибаются, пробуют и находят. И все понимают, главное не засветиться по телевизору или в интернете, а научиться не просто плавать, а не тонуть в море информации очень разного толка. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Республика. 22 августа Россия отпраздновала День государственного флага. В этом году 470 лет, как Чуваша добровольно вошла в состав России и стала неотъемлемой частью великой державы. В Чувашии выходные прошли торжественные мероприятия. Массовые празднества были отменены из-за пандемии коронавируса. Однако люди смогли собраться на открытых площадках. И так по всей стране. На праздничных улицах столицы Чувашии работали репортеры республики. 20 августа 1994 года президент России Борис Ельцин издал указ о Дне государственного флага Российской Федерации. С тех пор и отмечаем этот праздник. Но история флага началась еще в 19 веке. Его история уходит корнями глубоко века. И появился этот флаг при Петре Первом, как морской флаг. Стал таковым государственным уже в конце 19 века. 30 лет назад, ровно 22 августа, вот эта традиция российского флага была возрождена. И он стал государственным символом нового российского государства. Это наша славная история. Это подвиги наших отцов, дедов и прадедов. И, конечно, он олицетворяет наше светлое будущее. Будущее наших детей. Будущее Великой Российской Федерации. Этот праздник надо отмечать вместе. Вместе с соседями. Вместе с коллегами. Вместе со всей Россией. В республике праздник отмечался в трех цветах. Красным, на самом деле алым, синим, по закону лазоревым и белым. Начиная с 19 августа. И все выходные проходили флешмобы, концерты и различные программы для детей. Равнение на один из главных символов страны. Помимо официального государственного флага, как символ нашей страны, есть еще и герб нашего государства российского, есть гимн Российской Федерации. Вот эти символы, они, на мой взгляд, символизируют патриотизм, любовь к родине, символ нашей независимости, нашего государства. По мнению Алены Аршиновой, государственный флаг – это нечто большее, чем просто символ. Это результат многолетней работы наших предков и олицетворения всех наших побед. Это опыт наших предков, которые строили для нас эту страну. Чтобы сегодня мы жили, радовались, рожали детей, создавали семьи, продолжали строить это государство, его приумножать и радовать друг друга. И для нас очень важно, чтобы наша страна была сильной. Когда мы сильны, тогда никто не посмеет прийти с мечом, с оружием на нашу землю. И нам не придется повторять подвиги наших предков. Наш флаг пускай радует нас на международных соревнованиях, на дипломатических переговорах и окрыляет нас, вдохновляет на новые победы. Вадим Муравьев, Екатерина Шевьерова, Павел Иритков. Республика. 21 августа стартовала прямая агитация кандидатов в средствах массовой информации. Газеты, радиостанции и телеканалы могут публиковать и выдавать в эфир призывы, лозунги, цитировать части программ политических партий. Напомню, до выборов депутаты в Государственную Думу и Госсовет остается 24 дня. Сделать свой выбор россияне должны в течение трех суток, 17 по 19 сентября. При этом, как рассказали республики, в республиканском центре избиркоме предвыборная кампания не должна повлиять, что называется, на привычный ход вещей. На выборы в жизни не останавливается. Врач продолжает лечить, учитель продолжает учить. Там министр продолжает выполнять свои функции, несмотря на то, что он является кандидатом. И, наверное, это правильно. Если бы у нас после объявлений выборов все те, кто кандидаты, бросили заниматься своими основными обязанностями, то у нас встала бы жизнь, встала бы экономика, социальная сфера. Именно достижение конкретного кандидата в своей профессиональной области, они являются лучшим фактором, побуждающим избирателя за этого кандидата голосовать. С 2015 года до бесконечности. 112 дольщиков ждут свои квартиры по проезду соляное позиция 5. Схема стандартная. Поверили, вложились. Компания-застройщик не выполнила обязательства. Процедура банкротства. Все свободны. Покупатели квадратных метров ютятся по съемным квартирам. И вот спустя 6 лет появился, если и не свет в окошке, то хотя бы отцвет надежды. Заявлено, дом достроят. Репортер республики Екатерина Шеверова спросила у дольщиков, верят ли они еще в свое светлое будущее в своих стенах. Разрушенный фундамент и груда металла. Вот и вся диспозиция на пятой позиции по проезду соляное. Андрей Егоров вложился в квартиру в 2016. С тех пор в его жизни произошло много хороших событий. Но с жилплощадью это, к сожалению, никак не связано. За все это время я успел погасить ипотеку, успел познакомиться с женой, родить дочку. Дочке уже год и три месяца. И дома как нету, даже вот ровно площадка, один стройматериал только лежит. Мусор. Застройщик должен был сдать дом в 2017-м, но посчитал, что никому ничего не должен и просто обанкротился. Люди остались ни с чем. Мы использовали материнский капитал и часть взяли ипотекой в банке. Но вот так получилось, что наш объект завис. Будем надеяться, что что-то сдвинется. Квартиру мы брали по программе «Жиле для российской семьи». По-моему, так она называлась. Хотели жить в этом районе, чтобы было поменьше транспорта, поближе к Волге. И только в конце прошлого года объект под свою опеку взял Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Ведомство приняло решение о достройке проблемного дома и выделило на это средства. На сегодняшний день Фонд защиты прав дольщиков имеет право на финансирование проблемных домов в случаях, если первоначальный застройщик не являлся юридическим лицом, не имел законных прав на земельный участок или не получил разрешение на строительство. Также обманутые дольщики могут получить помощь от фонда, например, когда в отношении застройщика введена процедура банкротства, недострой находится на участке, на котором допускается строительство, объем строительных работ выполнен не менее чем на 50%. Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке данного объекта и выделении соответствующих средств из федерального бюджета. Стоимость застройки на сегодня оценится 444 миллиона рублей, из них 440 нам предоставляет Федеральный фонд. На сегодняшний день, во втором квартале текущего года, данный объект перешел региональному фонду защиты прав дольщиков. По результатам обследования конструктивных элементов выявлена необходимость демонтажа выполненных конструкций, в связи с тем, что они непригодны для дальнейшего строительства. В связи с этим сейчас ведутся демонтажные работы. Сейчас под контролем Федерального фонда защиты дольщиков в регионе строятся и достраиваются два многоквартирных дома. Еще один Минстрой республики планирует передать ведомство в ближайшее время. А в Новочебоксарский фонд не стал достраивать дом по Зеленому бульвару. Там тоже были только фундаменты, сваи дольщикам выплатили компенсации. Екатерина Шиверова, Татьяна Трофимова, Бахтиар Вилеев, Республика. 10 лет не просто одиночества, а грязи, колдобин и ям. Жители микрорайона Рябинка в Чебоксарах, который год просят привести в порядок тротуар, по которому не то что на каблуках, в кроссовках пройти сложно. Женщины с колясками придумали свой способ преодоления Эгерского бульвара. Берут ребенка на руки, а коляску буквально тащат по рытвинам. В противном случае малыш от тряски может просто-напросто выпасть. В дождливый сезон здесь пройти могут только настоящие эквилибристы. Приходится балансировать по узкому бордюрному камню. Ну что, администрации это не надо, никому не надо. Мы приходим, поступаем все. Были случаи, когда люди спотыкались и падали. И поэтому на это было очень больно смотреть. Я решил обратиться через сайт госуслуг. Любопытно, что ремонт дороги делали в 2019 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Почему потраченные деньги утекли вместе с асфальтом? И кто в ответе за тех, кто промочил ноги? Репортеры республики будут разбираться в ситуации. В международном аэропорту Чебоксар началась масштабная реконструкция. Планируется расширение аэровокзального комплекса. Более того, построят новое здание и модернизируют летное поле. Площадь аэровокзала увеличится до 4800 квадратных метров. Это примерно половина футбольного поля. В обновленном здании расположатся зоны прилета и регистрации, карусели выдачи багажа. На втором этаже большой зал ожидания и кафе. В настоящее время проводится демонтаж. Со стороны фасада будет увеличено на 4 метра. И сзади, со стороны перрона, на 12 метров пристройка аэровокзала. Здание будет в двухэтажном исполнении. Очень современное, красивое. Обещают, что реконструкция аэропорта никак не повлияет на расписание авиарейсов. Тем не менее, только с появлением нового таможенного оборудования, а значит завершением всех строительных работ, добавятся международные рейсы. Сейчас из Чебоксара, например, до Анталии авиабилеты не купить. Только в Сочи или Москву. При этом принимать рейсы из-за границы авиагавань может. Так сегодня прилетел борт из Турции. Окончание работ запланировано на 2023 год. Дым на трассах до сих пор продолжает портить жизнь автомобилистам. Горит лес в соседней Мариэл. До сих пор справиться с огнем не могут десятки пожарных и добровольческие дружины. К списку регионов в огне уже присоединились Самарская область, Мордовия и Чувашия. За неделю в республике зарегистрировано 37 пожаров. В Урмарском районе на 10 гектарах горит сухая трава. За Волжский лес в Чебоксарах тоже в сфотках МЧС. На тушение были задействованы 19 единиц техники и 45 человек. К счастью, возгорание было замечено и локализовано достаточно быстро. Справиться удалось с ним в течение трех часов. Сегодня на еженедельной планерке с участием глав администрации муниципальных районов Олег Яковлев, председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напомнил о действующем запрете на посещение лесов, а тем более разжигание костров. Виновным даже в неосторожном поджоге грозит административная или уголовная ответственность. Интеллектуалы из Чувашии собрались на финальную игру. В Чебоксарах состоялся окружной этап молодежного чемпионата Приволжского федерального округа по игре «Что, где, когда». Турнир прошел в дистанционном формате в ЧГУ, в Доме научной коллаборации. Екатерина Шиверова попыталась ответить на вопросы. Вместо круглого стола квадратный, вместо загадочной темноты кулис, залитая светом аудитория. Ответ на вопрос «Что?» – интеллектуальная игра. «Где?» – в ЧГУ. «Когда?» – вот уже не первый год. Какими две строчки из песни советской рок-группы журналист превратил предупреждение тем, кто бы хотел погулять в нарушение установленных правил? Время! Минута на обдумывание и ответ на вопрос. И снова вопрос, и снова минута четыре раунда. Команда «Пупсики» – не пустоголовые куклы, что называется «Шевелят извилинами». Почему такое название? – спрашиваем у одного из участников. Нет ответа. Вопрос вне зачета. К сожалению, не обладает информацией. Возможно, капитан нам ответит «Я не знаю». Как признаются участники игры, из-за пандемии он в онлайн-режиме. Сами знания и эрудиции очень важны, но куда важнее знать, как ими воспользоваться. Большая часть вопросов заставляет, по сути, догадываться, что когда-то мог подумать тот или иной человек. Играли очень огромное количество игр, поэтому я уверен, что как минимум удовольствие этой игры мы точно получим. Но, конечно, надеюсь на то, что наша команда займет какое-либо из призовых мест. Игра в рамках молодежного форума «Айволга» или такая родная «Иволга». В этом году, как и в прошлом, организаторам пришлось в связи с эпидемиологической обстановкой проводить его дистанционно. Однако сегодня формат онлайн уже никого не пугает и даже привлекает. Чувашия заняла второе место в ПФО по количеству зарегистрированных участников. На самом деле онлайн-режим никак не ограничивает участников. Наоборот, гораздо большее количество желающих участвует в форуме. То есть если в режиме оффлайн проводился бы форум, у нас было бы порядка 90 человек поехало бы на форум. А сейчас порядка 400 человек от Чувашской республики принимают участие в образовательных программах форума. В молодежном чемпионате участвовало 14 команд. Вопросы были непростыми и ответы находились не всегда. По-любому что-то типа цоя, наверное, перемены в наших сердцах. Но что наша жизнь – игра. Мы готовы продолжать борьбу и настроены решительно. Сколько у вас в итоге получилось правильных ответов? Достаточно. Сколько было – все наши. Ребята, кулачок. Центрируемся. Работаем. Готовы к следующему авгу? 25%. Победила команда из Нижнего Новгорода. Второе место у ребят из Пензенской области. Чувашская республика и команда республики Татарстан набрали одинаковое количество баллов. В ходе дополнительного тура команда Чувашии одержала победу и заняла третье место. Екатерина Шиверова, Павел Редков, Республика. На этом у меня все. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. И желаю всегда находить правильный ответ на самый сложный вопрос. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова